В базе вакансий города Краснодара на данный момент около 13 тысяч рабочих мест. Среди специалистов наиболее востребованы медики, учителя, инженеры, бухгалтеры. 60% свободных вакансий приходится на рабочие профессии. Городу нужны сварщики, бетонщики, каменщики и швеи. У меня же диплом журналиста и опыт работы на телевидении. Посмотрим, что мне смогут предложить в центре занятости. Все, что нужно иметь при себе, это паспорт, диплом, СНИЛС и трудовую книжку. Здравствуйте, вот мои документы. Какие мои дальнейшие действия? Давайте мы пробиваем талон, вы пройдете к специалисту. Давайте. Здесь мне пробивают талон. Спасибо большое. Мой талон P15. Здесь высвечивается мое окно. И сейчас мы пройдем к специалисту. Нашлись ли какие-то вакансии для меня? К сожалению, на данный момент в городе Краснодаре таких вакансий нет. Поэтому есть возможность переобучиться. Еще есть у вас какие-то программы? Я слышала о программе «Самозанятость». Расскажите. Эта программа подразумевает открытие собственного дела. На это дело выделяется субсидия в размере 291 120 рублей. И человек регистрируется как ИП, открывает свой бизнес. В течение двух лет мы контролируем ведение этого бизнеса. Кроме того, для тех, кто не уверен в собственных силах или просто не может понять, какая профессия ему сейчас по душе, в Центре занятости работает штатный психолог. Он помогает почувствовать себя раскованней на собеседованиях, а также проводит профориентационную работу. А все-таки обращаются к вам какого возраста люди? Более старшего или среднего? Не могу сказать конкретно, потому что обращаются люди и молодые, и выпускники, которые только получили дипломы и тоже не знают, как вести себя на рынке труда, куда бросаться на какие-то вакансии откликаться. И, конечно же, люди предпенсионного возраста, которые считают, что их возраст уже им большая помеха в поиске работы, тоже с этим работаем. Вакансии журналистов в Краснодаре мне не предложили, зато рассказали об альтернативах в бесплатном переобучении или даже открытии собственного ИП. Так что мой опыт можно считать удачным. А вам я желаю найти любимую работу, если такой еще нет. В сложностях трудоустройства с вами разбиралась Екатерина Лелюх, телекомпания «Краснодар».